Приветствую вас. Есть в психологии, в психологической теории, в психологической науке есть достаточно много вещей, понятий, которые сводятся к алкоголизму, сводятся к алкогольной зависимости, не только к алкогольной зависимости. С другой стороны, есть некая какая-то такая чисто человеческая мораль, может быть эмпатия, когда хочется просто чисто по-человечески что-то сделать и хочется чисто по-человечески. Ну может быть помочь другому, если этому человеку плохо, если этот человек страдает и так далее. И вот как-то между этими двумя полюсами приходится выбирать и находить какую-то свою собственную модель, какую-то собственную свою такую константу, на которую человек бы опирался. Не всегда это сделать легко-легко, и не всегда эта константа выбирается с ориентиром на того, для кого она изначально подбирается. Первое, на что я хочу обратить внимание, это на то, что вы вроде бы пытаетесь помочь, ну, пытаетесь помочь женщине и делать в целом благородное достаточно хорошее дело. Но есть один нюанс. Дело в том, что вы привязываете мать своей жены к своей дочери, вы делаете таким образом ее более не самостоятельной, вы делаете ее таким образом, более зависимой от внешних, ну, от внешних факторов, скажем так. То есть она становится зависимой, например, от того, будет с ней общаться ее дочь, допустим, или нет. Она становится зависимой от того, будет ли с ней взаимодействовать дочь или нет. И она старая, она полагается, она пытается полагаться теперь на дочь, но не на себя. И это достаточно серьезная проблема, это достаточно серьезная трудность, потому что человек таким образом не развивается. Человек просто опирается на костыль и продолжает существовать, продолжает как-то существовать, продолжает как-то идти по жизни худо-бедно. Вот. Но это именно, что он идет по жизни худо-бедно. То есть это именно, что он идет по жизни, опираясь на костыли, опираясь по жизни на костыли, которые предлагает ему, этому человеку, то есть вашей свекрови. Примечательно несколько, что свекровью вы ее не называете. Называется матерью, мать моей и моей жены. Значит, эти костыли дает ей дочь, при том, что, как бы, может быть, она этого даже не хочет. То есть, может быть, она не хочет общаться с матерью, может быть, она не хочет с ней взаимодействовать на том уровне, на котором сейчас это необходимо для ее матери. Вот. А вы, по сути, как бы, ну, может быть, не заставляете, но вы мотивируете человека на то, чтобы она, вот, как-то общалась с ней, при том, что, может быть, она общаться не хочет. Следующий момент. Вам жалко. Вам жалко. Вам жалко мать своей жены. И, на мой взгляд, это довольно серьезная проблема, с кем я меня жалко. Потому что жалость, как правило, предполагает некоторое оспаривание жизненного пути человека, к сожалению. И если, если вы жизненный путь человека оспариваете, вот, то это мотивирует, собственно, самого субъекта мотивирует. Полагать и думать, что с ним что-то не так. Полагать и думать, что он несчастный. Полагать и думать, что с ним, ну, судьба обошлась с ним несправедливо. Вот. А это, ну, мягко говоря, не так. Мягко говоря. Потому что у каждого человека свой путь. Вот, когда мы кого-то жалеем, мы игнорируем выбор человека действовать так, как он, этот человек, считает для себя нужным. Мы игнорируем это. И это игнорирование, данное игнорирование, не приводит ни к чему хорошему. Как правило. Проблема. Проблема алкоголизма, проблема злоупотребления алкоголем не возникает на пустом месте. То есть проблема алкоголизма, это проблема системная. Это проблема достаточно глубокая. Это именно глубокая проблематика. Связано оно с большим количеством факторов, связано оно с очень большим количеством моментов в жизни человека. Ну, к сожалению или к счастью, это уже не стерва, потому что если бы мы не знали об этих факторах, например, то мы бы не могли человеку помочь, такому человеку мы не могли бы помочь. Из-за того, что мы об этих факторах условно говоря знаем, мы можем оказать помощь такому человеку. И, соответственно, то, что вы делаете, это может быть и неплохо. Но это не решает проблему. Проблему потребностей женщины в любви. Проблемности уйти от реальности, убежать от определенной проблематики. И, соответственно, подобное отношение к ней, которое вам продвигается сейчас, лишь только усугубить ее проблему, сделать ее куда менее приспособленной к жизни, куда менее способной самостоятельно решать свои проблемы. То есть, нужно подумать и подумать достаточно хорошо, действительно ли мои действия помогают. И можно ли считать пользой то, что благодаря моим поступкам, благодаря моим решениям, что человек оказывается привязанным ко мне. Вот на мой взгляд, ну, это, мягко говоря, зависимость повышает. А, грубо говоря, вы меняете одну зависимость на другую просто. И, например, если дочь, если дочь притянет с ней взаимодействовать, если дочь откажется с ней общаться, то, что будет, ну, будет посыться только то, что, как бы, женщина вновь вспомнит про алкоголь. Да? Ну, просто потому что это, естественно, проблема внутренняя не решает, внутренний конфликт не решает. А внутренний конфликт, он никуда не девается, надо сказать. Внутренний конфликт никуда не исчезает от того, что вот вы что-то делаете для, допустим, ну, для, для нее, для, вот, своей, значит, свекрови. Вот. Конфликт никуда не девается, конфликт никуда не исчезает. Он остается. Он не решается. Человек застывает, к сожалению. Человек застывает. Застывает в данной конфликтной ситуации. И к этому, ну, вот, можно сказать, что к этому приложили руку вы. Поймите правильно, я вас, я вас не обвиняюсь, я не хочу вас обвинить. Моя задача скорее, ну, просто вот, вот, донести до вас некоторые свои, свои мысли, в том числе мысли как психолога. Есть замечательная книга, она называется «Созависимость. Семейная болезнь». Валентина Маскаленко. Я рекомендую вам эту книгу почитать, я рекомендую дать эту книгу жене, и чтобы она почитала тоже. Потому что очень часто, но не всегда, зависимые люди поддерживают, подкрепляют свою зависимость именно при общении с теми, кто хочет им помочь. У Эрика Берни данная проблема, данная проблема, называется, описывается точнее в игре «Алкоголик». Вы можете почитать про эту игру. Так и напишите «Психологическая игра «Алкоголик» в интернете». Ну и наконец, Стив Стивен Карпман, создатель теории треугольника, который так и называется «Треугольник Карпмана». Также достаточно подробно описывать то, что вы делаете сейчас в терминах «Спаситель», «Жертва», «Преследователь». Ничто из этого, как я надеюсь вы понимаете, не является конструктивным, ни для вас, ни для свекрови. Даже при условии, если вы действительно искренне хотите ей помочь. К сожалению, я должен, я вынужден констатировать вот этот факт. Факт, безусловно, неприятный, но лучше, на мой взгляд, если вы будете в курсе, на мой взгляд, будет лучше, если вы станете обладателем знаний, станете обладателем некоторых вариантов, некоторого видения ситуации. А вот что с этим делать, уже решать, безусловно, вам и только вам. За вас решения никто принимать не будет, в том числе и ваш покорный слуга, если я. Решения принимать не буду. За вас я думаю, что решать это только вам, исключительно вам решать. Вот именно как действовать, да, как поступать. Можете идти по такой дорожке, когда просто становитесь, ну, когда вы становитесь просто еще одним костелем в жизни человека, да, становитесь просто заменителем. И, конечно же, я думаю, что вы можете, в общем-то, поспособствовать тому, что человек реальные изменения на себе испытает эти изменения, позволить человеку наладить свою жизнь, стать самодостаточным, самостоятельным. Самое главное, чтобы не было этому человеку какую-либо жалобу. Жалеть человека, повторюсь, неприемлемо. Вот такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что это было полезно вам. Надеюсь, что какую-то пищу для размышления вы получили. Очень на это надеюсь. Я вам желаю всего доброго, я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас. Я надеюсь, что ситуация закончится обращением к специалистам. То есть к психологу либо наркологу. Это то, между прочим, это то, что лучше всего вы можете для нее сделать. Направить ее к специалисту, чтобы специалист с ней пробовал. В противном случае проблема так и будет не решена. Нет, конечно, вы можете использовать модель жесткой любви, но для этого вам, скорее всего, будет необходимо проконсультироваться самостоятельно со специалистом. Потому что модель, например, жесткой любви, которая является достаточно эффективной с зависимым человеком. Достаточно сложно при реализации. Удачи вам! Всего самого доброго! Удачи! 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 Удачи!